День Победы 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 Было 162 человека. Видите, время как свое диктует, да? По всему Казахстану сейчас 287 всего участников по всему Казахстану. Ну и, естественно, эта категория в первую очередь относится к участникам с соответствующим статусом, к участникам Великой Отечественной войны. Ну, кроме этого, к ним относятся еще военнослужащие, которые проходили так или иначе по, скажем так, распоряжению командования вне границ территории Казахстана и союза в целом даже, скажем так. Потому что у нас же, помнишь, Казбат в Таджикистане была, ну и так далее. Они все подлежат именно под эту категорию. Ну, про инвалидов, естественно, не говорить ничего. Они также в первую очередь являются участниками и пользуются всем статусом, всеми льготами, которые предусмотрены статусом для них. Вот. Поэтому на сегодняшний день можно сказать, что государство вообще-то делает все, чтобы именно это поколение, ну, не знало трудности, ну, были максимально окружены заботой государству. Ну, по всем вопросам. И бытовые, и лекарственные, там, скажем, ну, и другие вопросы. В этом плане у нас проблем, вот сколько я работаю, абсолютно нет. Нет. Вот. Поэтому каждый год, вот, когда приближается праздник Победы, и второй раз, когда мы проводим, вот в октябре, помнишь, у нас месячных пожилых людей проводим? Вот. И там тоже органы государственной власти принимают все меры, чтобы еще раз сильнее, что ли, окружить заботой, вниманием именно эту категорию людей. Вот сейчас, например, ну, чтобы конкретно точно сказать о цифрах, я, наверное, скажу, да? Да. Значит, к празднованию 78-летия Победы Великой Отечественной войны, 9 мая, да, на нынешнем, наши ветераны, я сказал, их 8 по области, но один из них на полном государственном обеспечении. Это было Низборояне, Лысенко. Вот. А 7 человек полностью пользуются вот всеми теми льготами, которые представлены государством. Именно к этому празднику каждому из них будут выделены по полтора миллиона тенге. Каждому из них. Вот. Ну и ветераны бою здесь, вот, на территории других государств, о чем я говорил выше, значит, их у нас 676 человек по нашей области. Вот. Им выделяется пособие, значит, на общую сумму, ну, где-то порядка 45 миллионов тенге. Вот. Ну, это тоже неплохой подспорь, наверное, да? Вот. И труженикам тыла. Вот. Это тоже очень большая категория людей. Вот. Вот в России, например, там есть понятие «дети войны», да? Вот. То есть во время войны, которые родились, пережили это страшное время, они же ни в чем не повинны. Вот. Российское государство в этом отношении их тоже окружило большой заботой. Вот. Ну, у нас, у нас, так не называется, но у нас труженики тыла. Их у нас в нашей области 2112 человек. Вот. Каждому из них в этот день, вот, к празднику, значит, будут перечислены по 30 тысяч тысяч тенге. Это в этом году, да? Да, это в этом году, ага. Вот. Ну, и о других лицах, если говорить, вот, на которых распространяется закон о ветеранах, то 296 человек, значит, им будут перечислены более 12 миллионов тенге, значит, 5 и 6 миллионов тенге, значит, из местного бюджета и 6 и 4 миллиона тенге из областного бюджета. То есть в этом деле самая активная часть, естественно, принимает и районы, районные акиматы, и городские акиматы. Вот. Теперь, если все это дело суммировать, то, получается, у нас в области, значит, этими видами, услуг не скажешь, ну... Этими мерами поддержки, да? Да. Охвачено, значит, 3471 человек на общую сумму по всей области на 171 миллион тенге. По-моему, и неплохая сумма, и... Очень хорошая сумма. Хорошая подспорья, да, для них. Ну, я сказал, что один человек у нас был в Одинском районе, Лысенко, участник войны, он полностью на государственном обеспечении, то есть в специализированном доме он живет. Вот. Но на него, естественно, не распространяется. Он полностью, ну, скажем так, казахстанский государственный человек, скажем так. Вот примерно такие льготы представителям этого статуса. В этом году. А скажите, пожалуйста, вообще, какие льготы, кроме того, что выплаты какие-то единовременные, предоставляются ветеранам Великой Отечественной войны? Да, это льготы, которые я сказал, это именно со стороны органов государственной власти. Стабильные уже, ну, как заведено, это давно дело идет. Ежегодные. Меняется только сумма, с каждым годом в сторону повышения. Кроме этого, значит, местные органы власти, те же районные и городские акиматы делают очень много. Очень много. У них, как правило, вот к 9 мая расписан целый график оказания, значит, помощи этим ветеранам с включением или с привлечением, значит, большого количества из, значит, бизнес-структур. Вот. Спасибо нашим ребятам, бизнесменам. Они, ну, я же вот, когда это уже сказал, что нет семи у нас, которые бы не коснулось войны, да, поэтому они с пониманием к этому относятся и делают максимально возможное, чтобы из своих уже собственных средств фирмы, там, бизнеса и так далее, вот, оказывать. И вплоть до этих вот продуктовых наборов, я не говорю про денежную помощь, там, и так далее, вот. А в сельской местности, вот, самое знаешь, там же большая потребность в кормах, вот, скажем, в топливе. Вот, зимой, скажем, в отчистке территории от снега, это же тоже проблема для них. Вот, летом, ну, вот, уже к теплу, в благоустройстве территории. Во всем этом, вот, спасибо еще раз повторяю нашим представителям бизнес-структур, они оказывают максимальную помощь. Не было еще такого сигнала, что, мол, они отказали там, но нет, такого нету. Поэтому, помимо, вот, стабильных государственных выплат, там, и так далее, наши представители бизнес-структур, ну, оказываются на высоке в этом плане. Надо отдать им должное. Как Вы отметили ранее по области, у нас осталось 8 ветеранов Великой Отечественной войны. 8, да. Один в городе Кокштал. Да, один в городе. Скажите, пожалуйста, как поддерживается с ними связь именно с Советом? Ну, у нас порядок такой, область же большая, 17 районов и 3 города. Вот, поэтому, естественно, сам областный совет распыляться никак не может. Поэтому мы через свои рычаги, вот, через районные, городские советы, естественно, постоянно поддерживаем связь с ними. Ну, спасибо, опять же, нашим активистам ветеранским. Они вместе с работниками социальной сферы, Акимата, там, внутренней политики постоянно тоже разрабатывают графики посещения этих семей и оказания, ну, самых разных видов услуги, что ли, скажем. Помощи, да. Даже вплоть до организации концерта под балконом. Ну, есть же у нас, практикуется же такое. Ну, казалось бы, мелочь, но очень приятно и самим ветеранам войны, и тыловикам, и другим. Ну, и заодно имеет огромный воспитательный характер вообще для населения. Хотелось бы поговорить еще о льготах для тружеников тыла и для людей, которые проживали на оккупированных территориях. Вот какие еще льготы оказываются именно им, и есть ли определенный статус у них? Определенный статус, опять же, отражен в этом законе. Вообще в этом законе все четко расписано, надо дать должное. Вот хотя немножко по количеству статей может быть меньше, чем у российского закона, но наши парламентарии тоже постарались максимально охватить. И вот это, о чем ты говоришь, значит, тыловикам, вот это именно тоже сюда входит. Есть отдельная статья, по-моему, девятая статья. И согласно этой статье, вот все виды помощи, заботы, все оказываются они. Оказываются все. Вот я сейчас сказал, 2.112 у нас тыловиков по области. Не преувеличение абсолютно, каждый из них на учете, и каждый из них под опекой, что ли, этих органов соцзащиты. Поэтому тут разговоров не может быть. Это четко отражено все. Спасибо за ответ. Какие мероприятия военно-патриотические будут проводиться перед праздником, перед Днем Победы? И какое внимание именно в преддверии этих праздников будет оказано ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла? Да, Александр, это огромная, большая тема. Это вообще крупная часть работы нашей всей идеологической службы во главе с управлением внутренней политики в области и в отделах внутренней политики в районах и городах. Они тоже где-то за месяц или даже за полтора разрабатывают свои графики. Там очень масса, порой даже до 200-250 получается мероприятия, количество мероприятий. И все они направлены, естественно, в первую очередь на поддержание там бутовых моментов, там лекарств и так далее, и так далее. Ну и именно вот о чем ты говоришь, воспитательный аспект сильно присутствует. Сильно присутствует. Кто еще, ну скажем, грубо говоря, ходячий, он еще в состоянии. Тем более много же людей на пенсии, которые в свое время работали и на госслужбе, скажем, и в других структурах государственных. То есть имеют большой опыт вот этой вот идеологической работы. Вот они постоянно привлекаются к этой работе, встречи со студентами, со школьниками. Вот буквально мы на той неделе проводили областной турнир шахматно-шашечный. Предварительно до этого провели, естественно, во всех районах и городах. Ой, ну это вообще интересное дело. Деды, как малые дети, когда борются за все это дело. И этим своим энтузиазмом, когда заражают молодежь, ну и в воспитательном смысле, это здорово. Это здорово. Поэтому мы постоянно практикуем каждый год, именно к 9 мая накануне проводим этот конкурс и еще конкурс бильярдистов. Ну, с соответствующими призрагами, поощрениями и так далее. Тоже здорово воспринимается это дело. Одно, конечно, можно сказать немножко «но». Это некоторая, что ли, пассивность нашей молодежи. Надо прямо сказать. Ну, ты сама знаешь, что молодежь сейчас книги не читает. В основном телефон, компьютер и так далее. Это, может, тоже хорошо. Это достижение современного мира. Хорошо, если они все положительное, что там, перенимают. Это, конечно, здорово. Но мы люди, например, старшего поколения, мы же консерваторы. Мы в жизни не представляли без книги в свое время. Потому что первооснова вообще цивилизации, я считаю. Также той же компьютеризации, цифровизации и так далее. Это же книга. Сначала все это дело пишется в книгах, потом только усваивается молодежь. Так же. Поэтому и в этом плане наши ветераны стараются максимально внедрить в их сознание, молодежи, именно свою любовь, свою привязанность к печатному слову. Где-то удается, где-то со скрипом, скажем. Но мое внутреннее убеждение, мы все равно придем к книге. Книги с большой буквы. Потому что по-другому никак нельзя. И в этом плане ветераны наши вносят свой вклад неплохой. Хотела бы задать теперь вопрос немного не по теме. Какая ваша любимая книга? Книга? Любимых книг, конечно, очень много. Вообще, я тебе скажу вот что. Я родился и рос в ауле, Альжанка называется. Это в Аратаусском районе, совхоз Лобановский. Тогда большой аул был, правда. И, ты знаешь, у нас какое-то незримое соперничество между даже учителями, между старшеклассниками. Кто больше книг прочтет из нашей этой скудной местной библиотеки? Представляешь? И я помню, Кажигали, он был, Кабдин Кажигали, а, вернее, Ордобаев, он был главврачом Каштавского района. И Эсмагулов Аманжол, он был преподавателем Шахана Альханова. Он сейчас тоже на пенсии. А тот, правда, скончался. И вот они первыми прочитали все книги этой библиотеки. Ну, не считая произведения Маркса, Ленина, постановления партии, это не в счет. Потом за ними мы потянулись. Я тоже скажу, что немало прочитал книг. А сейчас, ну, ты знаешь, что я человек тоже творческий, занимаюсь переводом. Я пишу на двух языках. Знаю. Поэтому приходится все то блестящее, что создано, скажем, на русском языке. Я хочу, чтобы оно стало достоянием казахского языка, язычного читателя. И наоборот, все, что достойно внимания, скажем, русского читателя, с казахского я перевожу на русский. Это вы знаете, сколько получилось? Сейчас я перевел 74 книги, оказывается. Из них 52 с русского на казахский и 22 с казахского на русский. Так что в этом плане я, по-моему, тоже неплохо поработал, считаю. Время нашего эфира подошло к концу. Я благодарю вас, что вы пришли к нам в студию и честно ответили на вопросы. Хочу поздравить вас с предстоящим праздником, Днём Великой Победы. Спасибо. Дорогие телезрители, я поздравляю всех вас с наступающим 9 мая, Днём Победы. А мы не прощаемся с вами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин